Привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами по-прежнему Артур. Это очередной пятничный подкаст, который, как обычно, в субботу и, как обычно, не подкаст, а видеоблог. Ну, это у нас уже, наверное, нормальное такое правило. Короче говоря, у нас для вас, в принципе, полно новостей в этот раз, поэтому подкаст вышел ровно через неделю, что со мной, в принципе, в последнее время происходит не очень часто. Я считаю, что это положительные тенденции. Новости в целом хорошие все. Но для начала, как и обещал, я вам расскажу про наушники, потому что меня на стримах спрашивали несколько раз, типа, как наушники? Наушники хорошие. Лучше ли они, чем дорогая звуковая карта и наушники SteelSeries Siberia? Нет. Но, тем не менее, звук хороший. В играх чувствуешь себя комфортно. Всю эту неделю играл и радовался. Но, тем не менее, после этого я, наверное, перейду все-таки на свои старые наушники, потому что там все еще лучше. Но, тем не менее, опять же, если кому это все дело интересно, то советую. Наушники реально удобные и в плане беспроводных вот этих вот всех своих приблог. Это действительно победа. Я установил очень много там разнообразных программ. Ну, программ. Официальных, собственно, программ. Там достаточно гибкие настройки. Можно все это под себя настроить. Поэтому, если кто не пробовал и присматривает относительно недорогие наушники, кто-то там в комментариях в прошлый раз писал, типа, вот 7000, чтобы я так жил. Я имею в виду, что наушники бывают разной ценовой категории. Я вас, наверное, удивлю, но бывают наушники стоимостью и по 200-300 тысяч рублей. Это все зависит от ценовой категории. И для своей ценовой категории эти наушники вполне себе хорошие. Нормальные геймерские наушники. Скажем, лично для меня они по звучанию заметно лучше, чем Razer Megalodon. Я сейчас посмотрел на Дашу, потому что она им пользуется. Ну, короче говоря, да. Это так. Если лучше. Эти наушники лучше, чем... Нет, не правда. А ты их не слушала даже. Я послушала. Короче говоря, как обычно вкусовщина. А кто-то там говорит, что типа все вот эти наушники, SteelSeries, Razer, Sound Blaster, все это говно. А правильные наушники у правильных пацанов, это которые там Sennheiser и прочие Hi-Fi. Я тебе скажу, умный человек. Хороший звук это понятие очень субъективное. И если ты считаешь, что вот по-твоему это хороший звук, то это не значит, что какому-то рандомному Васечке с интернета этот звук тоже покажется хорошим. Кому-то реально там басы тащат, кому-то нравится чистый звук, кому-то нравится, чтобы вокал был форсированный. То есть понятие хороший звук это что-то такое, что у каждого, собственно, свое. Даша, ты ничего не уронил. И... Тосик прогонял. Да, тут у нас Тосик беснуется. Но это хорошо. Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Это вполне себе нормально. Так вот, собственно, хороший звук это дело такое. Для кого-то хороший звук это реально вот этот вот дичь. Типа Sennheiser и тому подобное. Слушай, сейчас Тосик упадет и убьет просто всех. Я тебе поэтому и дергаюсь. И, короче говоря, каждый выбирает то, что ему нравится. Я не знаю, я первые два года записывал, у меня были наушники Genius за 120 рублей. Меня устраивало, как они звучат. То есть и микрофон был крутой. Когда я его убрал и поставил полупрофессиональный, народ сокрушался, потому что тот был ламповее, атмосфернее, теплее, как люди говорили. Но все-таки пора было переходить. Меня тот устраивал полностью, он просто сломался. Вы видели, у меня другие наушники были, и там микрофон был вообще стрёмный. А они, кстати, у нас лежат где-то. Ну там микрофона там нет. Короче, я от этих Genius старого микрофона кусачками отцепил, собственно, микрофон и скотчем примотал его к этим наушникам. У них были такие мохнатые амбрашуры. И, короче говоря, это выглядело достаточно странно. Тося. Мур-мур. И, короче говоря, блин, ну каждый, как это говорится, сгаляется как хочет. Ну и стала быть минутка коммерческой рекламы. Я не буду этим злоупотреблять, но, тем не менее, я думаю, что время от времени, если нам будут присылать разнообразные вещицы, то это может быть достаточно любопытно. Так вот, короче говоря, контора воткейс.ру, которая, как я так посмотрел в интернете, у нас сейчас зашёл на сайт, там достаточно много разнообразных блогеров уже делали видео по этой, собственно, теме. И я такой удивился, потому что я думал, что это что-то неизвестное. А на самом деле там даже Тёма засветился. Поэтому, стало быть, мне стало интересно, что же это такое. Нам вот такая вот коробка приехала неделю назад, но мы, соответственно, в Тосе. Тосик нам приехала уже давно, но, тем не менее, она нас бесит ещё больше. Так вот, собственно, коробка приехала неделю назад, но мы её только вот недавно смогли забрать. Давайте я вам поясню, что это стало быть такое, воткейс.ру. Короче говоря, это вещь ориентированная, в первую очередь, на геймеров или, прямо скажем, на задротов, типа меня или, возможно, тебя, дорогой зритель. В месяц вы уплачиваете определённую сумму денег, то есть там либо 900 рублей, либо 2000 с чем-то. Но 2000 это потолок, по-моему. И стало быть, каждый месяц получаете полную коробку разнообразного мерчендайза по игре. Причём он, насколько я понимаю, уникальный. То есть больше вы его нигде достать не можете. По качеству оно варьируется от обычного до чего-то там мега-крутого. Говорят, что в этой посылке могут лежать вещи там стоимостью аж 2000, ой, 200 тысяч рублей. 2000. Короче говоря, достаточно любопытно. И тем не менее, ну так, в общем, на любителя, собственно, вещь. Рекомендовать всем не могу, но любителям всего вот эдакого, я думаю, будет вполне себе полезная информация. Сегодня мы с вами вскроем эту коробку. Она у нас про умо, и, соответственно, там что-то будет совсем крутое, наверное. А может быть и нет. Не знаю. Самое главное, что мне есть вам что показать. Это хорошо. Ну, короче говоря, ещё расскажу. Вот эти вот коммерческие анбоксинги, они, в принципе, конечно, прикольные. Кому-то там даже бывают полезны. Мне вот в личку, я сейчас могу показать... Не, я не буду сейчас показывать. На Gmail пришло достаточно много всяких спасибок. Ну, и неспасибки тоже пришли за то, что я показал эти наушники. Потому что люди там реально искали, что купить. Ладно, как обычно, нас понесло куда-то не туда. Но, в общем, самая главная тема по этим анбоксингам. Присылайте лучше свои вещи. Это для меня гораздо больше значит. Это гораздо более интересно. То есть, анбоксинги, хендмейды, которые вы присылаете, это просто круто. Но коммерческие тоже хорошо, наверное. Хорошо, давайте открывать. Хорошо, короче говоря, я проделал, как обычно, махинации с ножиком. И 173-й нам, как обычно, в этом помог. Давайте открывать и посмотрим, что же у нас стало быть сюда приехало. Ого, здесь достаточно много всяких прикольных вещей. Но я, на самом деле, пока не знаю, что это такое. Но я уже вижу, что у нас есть, наверное, шуршание вас будет выбешивать. У нас есть вот такая вот сумочка по BlackBorn. Ну, кто сейчас будет шуршать, поэтому Даша, короче, спрятала этот пакетик. В общем, вот такая сумка. Реально, очень неплохо выполнена. Как я и говорил... А, ремешок есть ли? Ремешка здесь нет? Есть внутри. А, наверное. Внутри есть ремешок. И здесь можно носить, скажем, диск с игрой Bloodborne. На самом деле, геймпад и диск сюда точно поместятся. И это хорошо. Ну и маленький планшетик. Не знаю, такая вот чисто для похода в город вполне себе приятная вещь. И когда вы будете с такой идти, все люди, которые будут мимо вас проходить, будут знать, что, если, допустим, кто-то играл в Bloodborne, будут знать, что ты братюня. А если будут просто там, то будут думать, фу, заброд, там, и тому подобное. Хорошо. Это наш первый экспонат. Далее у нас идет, я так понимаю, футболка, на которой, я так понимаю, как там они называются? Герцоги Ада из Третьего Дума. Вот у нас, стало быть, вот такая футболка, на которой всем известный персонаж из игры Doom 3. И тут написано 100% коттон. То есть хлопок. Да что? Футболка как раз на меня. Большевата. Большевата. Не знаю, значит, надо подкачаться. Хорошо. Далее. Здесь у нас идут вот такие вот штучки. Это под стаканик. А. Я думаю, на кой хрен они нужны? Типа, ну вот поставлю я куда-нибудь и что. Это под стаканик. Под пиво. Под колу. Под колу. Вот. Там, наверное, еще какая-то есть, но я не знаю. Хорошо. Тоже достаточно качественно выполнены. Далее. Слушай, у нас новая футболка. Еще одна. Это мне, по-моему. Да. Почему это тебе? Потому что мне сказала Евгения, которая отправила на музейш, что одна футболка будет мне. Нет. Хорошо, футболка, которая мне. Ну нет, у меня она будет великовато. Да и Даша, наверное, тоже. Блин. Далее у нас идет значок. Я значки не носила на раскладах пятого. Причем это такой значок, вот именно. Нате, Даша, покажите там крупным планом. Вот. Камера не делает фокусы у нас сегодня. Она сегодня проплезничает. Я не хочу, говорит. Камера. Не хочет, она что-то сидит. Ну ладно, ну понял, короче говоря. Значок. Потом. Магнитик. Это магнитик? А я думаю, что это такое? Вроде не магнитик, он какой-то гибкий. Ну у нас такие есть на холодильнике, два берега, помнишь? Да? Ну ладно. Хорошо. Как скажете. Да, это магнитик. Да, это магнитик, на котором нарисован монстр из Дума со странным названием «Какодемон». «Какодемон», да. Мы вам недавно брутальный Дум играли, мы таким глаза вырывали голыми руками. Это было прикольно. И стало быть, да я его даже пока доставать не буду, потому что это какой-то длительный процесс, еще такой же, только по Ведьмаку. И здесь у нас находится Геральт. Да, здесь Геральт. Ну и самое главное, то, что мне серьезно нравится, это то, что будет моим новым ковриком. Даша уже такая, а как же, а как же я, мой новый коврик, коврик Bloodborne. Вау. Он на самом деле, он клевый, но для меня маленький. Почему это? А, ну да, это я же там рукой, короче, я от кисти управляю мышкой, а Даша от локтя. Поэтому ей быть моим. Ну и последнее, что у нас здесь есть, это наклеечки. Наклеечки, на которых нарисована броня ворона, здоровенный придурок. Короче говоря, все больные монстры из игры Bloodborne. Кстати, про коврик скажу, он про резину. Ну да. У меня просто коврик SteelSeries вот этот вот. А он точно такой же, кстати. Кстати, по качеству точно такой же, как SteelSeries, серьезно. Он, короче говоря, нормальный, но он уже подустал. Возможно, этот займет его место, пока я тот стирать буду. А может, он и обоснуется здесь. Я недавно узнал, что вот такие коврики можно стирать. Наш знакомый Илюха стирает коврики. И мы офигели такие. А чего так можно было? И на этом луткейс заканчивается. Более подробную информацию по этой приблуде, которая на самом деле довольно прикольная, на мой взгляд. То есть, но опять же, есть ли у вас есть лишние деньги. Ну, как и все в этом мире. Короче говоря, для фанатов игр, в принципе, неплохая тема. На разнообразную тематику можно получить мерчендайза по самые уши. Нет, ну согласись, здесь две футболки, сумка, качественный резиновый коврик, две подставки, подстаканник. Причем тоже действительно качественный материал. Ну, не фигня какая-то шушера, который, знаете, не только промокнет чуть-чуть, она раскиснет. Нет, тут просто материал, который не проницаем. Прикольно, по-моему, наклейки тоже, в принципе, интересные. Так, ну и теперь самым юным зрителям, которые спросят, Артур, а сколько тебе заплатили за это денег? Нисколько. Я за рекламу денег не беру. Присылайте, показываю. Вот. Так, ну и хорошо. Собственно, мы с вами закончили с очередным анбоксингом. Он был вполне себе прикольный. Вещи бесполезные, но очень приятные. Не скажи, все полезное. Мне все нравится. Теперь у меня новость. Ну, не знаю. Вот Даша полезная. Значит, уже... Я просто люблю такие штучки всякие. Да. Короче говоря, нам Blizzard прислали этих фигурки Тераеля и Керриган. Керриган я забрал себе, а Тераеля Даша забрала себе, потому что она по Диабло фанатеет, а я по Старику больше. Вот. Керриган же круче, чем Тераель. Напишите в комментариях, что она прогадала. Ну, вообще-то не сравнивая с персоналами. Вот. Там еще прислали эти, как их, бейджики. То есть, чтобы одеть и ходить по городу. И все знали. Да, Hearthstone футболки. Две прислали. Одну футболку вам подарили фанату Blizzard. Илюхи. Ну да, но Blizzard. Тоси, хорош. Тоси, короче, главный... А пытается залезть в коробку. Главный подарок для Тоси – это коробок, да. Коробок. Коробок. Вот. И, стало быть, давайте уже поговорим о том, ради чего, собственно, подкасты и создаются. Анбоксинг, это, конечно, хорошо. Но, повторюсь, это как бы не стержень наших подкастов. И сегодня мы поговорим по новостям. Самая главная новость – это то, о чем большевики долго и упорно твердили. Артурку ушел в стримы. Но ушел... Не ушел, а именно ушел посмотреть, как оно там. На этой неделе мы провели два офигенных стрима. Причем оба стрима каждый раз были в топе русского ключа. И это, по-моему, вполне себе хорошо. Я не думаю, что так будет все время. Просто, ну, это как вот хайп, там, интерес. Люди в первый раз пришли посмотреть. Но, тем не менее, спасибо за то, что за 4 дня на канал, на Твиче подписались уже порядка 25 тысяч человек. Я считаю, что это очень неплохие показатели. И думаю, в будущем мы будем только расти. Так вот, первые два стрима были тестовые. Я разбирался, как оно все работает, потому что там реально очень много таких нюансов, которые работают очень странно, если не сказать криво. Уж на что YouTube кривой, но по сравнению с Twitch это просто образец, вот идеальная техника, которая вообще не отказывает. Но, тем не менее, короче говоря, с большей частью проблем я разобрался. И теперь могу вам сказать следующее. На Twitch я буду заниматься играми, которые, как я уже говорил, собственно, во время первые два тестовых стрима, вообще они были именно ответами на вопросы, потому что сами игры, которые я выбирал для этих стримов, ну, вы их все уже сто раз видели. Первый раз вообще играли в Metro 2033 и Bloodborne. Второй раз мы с вами поиграли Nightmare House и Bioshock Infinite. Так как обе, вернее, все четыре игры я прекрасно знаю, большую часть времени я именно отвечал на ваши вопросы и общался с аудиторией. Когда я буду играть в новые игры, не думайте, что будет так. Я буду время от времени отвечать на вопросы из чата, но в основном я буду уделять внимание геймплею, потому что иначе, как я уже отметил во время этих тестовых стримов, вся атмосфера рушится. А мне бы этого не хотелось. Либо, если игра именно очень сюжетная, то я буду отвечать на ваши вопросы в начале, собственно, стрима и в конце стрима. Можно перерывы делать. Можно делать перерывы. Однако, учитывая, что для меня ориентировочная продолжительность стрима где-то 2 часа, максимум 3. Какие там перерывы? Ну, посмотрим, короче говоря. В общем, вот так оно все будет работать. Буквально сегодня мне отписал саппорт Twitch, что они готовы мне предоставить партнерку. То есть, это вопрос там уже нескольких часов. То есть, к тому моменту, когда вы смотрите это видео, партнерка на Twitch у меня уже есть. Зачем она нужна? Она нахрен не нужна. Все, что на ней мне нужно, это новые смайлики. Донат я на самом деле не планировал, но в итоге, когда уже, собственно, пришел на Twitch, узнал, что там для того, чтобы подписаться на канал, нужно потратить фиксированную сумму. То есть, 5 баксов. Я считаю, что это много. Но если кто-то посчитает нужным подписаться на канал, что, в принципе, не даст вам никаких привилегий, кстати, при получении партнерки... Подписчики получат какие-то смайлики в чат. Не знаю, кому-то это, наверное, нужно. Ну, мы там планируем смайлики Тосе добавить. Да, обязательно. Ну, так, чисто прикалываться. Кто-то посчитает ненужный. Кто посчитает нужный, тот себе это заберет. Кому это будет ненужно, тот, соответственно, пройдет мимо, пожав плечами. А по поводу доната там и пожертвований... Ну, я не знаю. Я не могу сказать, что мне не нужны деньги. Как я уже говорил во время стрима, те люди, которые говорят, что им не нужны лишние деньги, они врут, они лицемерят. Но при этом я не буду как-то это форсировать, как там некоторые. Собираем денег на новую видяху. Собираем денег на новую мешку. Нахрен не надо. Я могу себе это позволить сам. Собственно, вот. Короче говоря, получаем партнерку на Твиче. Если нужны смайлики, берите. Не нужны, проходите мимо. Кстати, по поводу смайликов конкурс сделаем. Кстати говоря, там вот это вот... Я видел у многих стримеров вот эта вот тема, то, что там, допустим, кто-то на тебя подписывается, и там какая-то гифка анимированная выбегает. Ну, там сверху ник. Вот такой-то подписался, а снизу там какой-нибудь что-то такое проигрывается. Очень клево, да. Если кто-то так и умеет, то напишите мне, пожалуйста, в канале в информации. Там есть мыло, куда можно, собственно, отписать по поводу всяких. Или Дарья, да. Если вы сможете это сделать, я вам буду премного-премного благодарен. Нужна такая, стало быть, на подписку. Ну, и на донат. Если донат там будет, что бы не сделать. Прикольно, наверное, будет. Стало быть, вот такое вот у нас по Твичу. Вроде совсем разобрался. Следующий стрим будет... Я вообще планирую делать стримы пару-тройку раз в неделю. На этой неделе пару раз уже было. Третий раз, возможно, будет сегодня. Возможно, будет завтра. Камрады из Ubisoft сказали, что в ближайшее время предоставят мне игру зомби, которая зомби-ю, которую смысла показывать на канале на YouTube нет, потому что я там полностью проходил на Wii U. А вот на Твиче, я думаю, поиграть в нее будет интересно. Оценим нововведение, оценим, сколько там всего урезали, оценим то, что добавили. Ну, не знаю, поиграем достаточно плотно. Может, даже пройдем, если там до конца августа успеем. А может, и не пройдем, если не понравится. Собственно, вот такие дела у нас по Твичу. И, стало быть, проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Это мне поможет с партнеркой, ну, именно там, получить вот эти вот все плюшки быстрее. Ну, там статистика растет, они смотрят такие, о-о-о, прикольно. Хотя там и так все нормально. Ну, все равно подписывайтесь, будет интересно. Вот. Короче говоря, с Твичом и со стримами, несмотря на то, что я, в принципе, никогда не планировал этим заниматься, но просто в последнее время у меня какой-то вот, вы, наверное, и на канале заметили, раньше я выпускал по два видео, теперь по три, по четыре видео в день. Ну, просто вот у меня прет, что-то вот прям много всего, и при этом еще на Твич полез заниматься. Что-то, я не знаю, как там говорить. Рабочее настроение. Рабочее настроение, да, хотя это работа не назовешь. Так вот, и да, и по поводу тех людей, которые там все пропальщики, как обычно, и мы все умремщики, которые говорят, что вот, Артурка теперь перебирается на Твич. Нет. Вот именно что. Посмотрите, сколько контента стало на Ютубе. Его не то, что стало меньше, его стало еще больше, чем раньше, при том, что я занялся стримами. Ютуб всегда будет в приоритете, просто на Ютубе многие вещи не получается поиграть. Либо просто не получается, либо неинтересно их на Ютубе проходить. Это совершенно другое. Допустим, вот игра Безумный Макс выходит, вроде говорят, что она шняжная. Ну, то есть, все, кто в нее поиграли, говорят, что там очень мертвый, открытый мир. И если делать там серии даже по часу, по полтора, то в них событий будет очень мало. Но при этом на Твиче, как бы ты во времени не ограничен, ты можешь там, когда тебе скучно, пообщаться со зрителями и тому подобное. То есть, вот именно в формате Твича такие вещи будут интересны, проходить. Вот. Именно для этого создается Твич. Ну и, кроме всего прочего, интересно попробовать что-то новое. Вот. Хорошо. Теперь, что у нас еще на этой неделе? На этой неделе мы с вами проходим... А, уже прошли, получается. Уже вчера даже прошли игру Хроники последних дней. Я сейчас опять с трудом вспомнил название. На самом деле, игра называется Everybody's Gone to Repture. То есть, все вознеслись. Недословный перевод, но смысловой. Игра, которую мне предоставили Sony, и мы, как обычно, начали ее проходить за день до официального релиза. Это хорошо, спасибо им большое. Но между тем, игра из той, собственно, категории игр, которые играми не назовешь, но при этом это одни из лучших представителей игр в моем понимании. То есть, в игре очень много смысла и, на самом деле, мало геймплея. Люди говорят... Вот, Осипа снова с начала. Это не люди говорят, это я говорю. Люди говорят, что ради вот такого вот они подписаны на канал и в последнее время такого было мало. Но, ребята, в последний раз вы мне такое писали буквально одну неделю назад в комментариях под Cradle. Там вы говорили, что вот, да, вот точно такого же плана игра. Такого немало. Такого постоянно выходит и я постоянно прохожу на канале. И вот эти вот пессимисты вы уже просто, я не знаю, вот тут вот сидите. До этого у нас была Холад. Такая же игра. Да много таких игр было. Джорни. Да, блин, что только не проходят. Все душевные игры пытаемся зацепить на канале. Хорроры проходят. На этой неделе хорроров не было, потому что хорроров не было вообще нормальных. Последний нормальный хоррор был. Это где мы ходили в лесу и, ну, вот это I remember the death dream. То есть, я помню этот сон. И стало быть, за нами гонялся бабайкой. Сейчас некоторое время нормальных хорроров нет. Нет, там есть, конечно, вот эти вот всякие хорроры со скримерами, которые абсолютно тупорылые. Не хочется. Ну, они реально примитивно сделаны. Их можно было бы записать. Была какая-то игра, где по дому бегаешь и там привидение бегает за тобой, а ты включаешь какие-то радио там. Я посмотрел, дичь какая-то выключил. Просто вот стер то, что записывал. Короче говоря, стараюсь вам преподносить все самое качественное. И поэтому вот такие вот игры мы с вами и проходим. Такая была игра. На самом деле, там о ней очень можно долго говорить, но люди, которые говорят, что вот игры не могут быть искусством, в играх, на мой взгляд, сейчас вот именно вот в таких играх гораздо больше искусства, чем если бы, вот скажем, игра хроники последних дней была бы фильмом. Именно потому, что ты вовлечен в процесс и ты сам управляешь персонажем и ты сам ходишь и за всем этим наблюдаешь. Не какой-то там другой персонаж, прописанный в сюжете. И стало быть, степень погружения больше и больше всем этим проникаешься. Игра Everybody Gone to Rapture это просто шедевр. Если до сих пор не смотрели, бегом. Вот. Дальше, что у нас еще по новостям? В остальном, в целом, все хорошо. Комментарии под Ведьмаком опять закрыты и, наверное, до конца прохождения открыты не будут, потому что, ну, не знаю. Очень много сроча на самые разные темы. Ведьмак — игра выборов. То есть, вы выбираете то, либо иное. Так как аудитория под Ведьмаком достаточно большая и так как каникулы и поэтому самые юные зрители, как правило, с нами, в комментариях под Ведьмаком на любой мой выбор поднимается страшный бадхерт и, соответственно, я устаю банить. Поэтому мне проще держать комментарии закрытыми. Прохождение людям вроде нравится. Мы будем проходить дальше в последней серии, которая у нас вышла вчера. Я немного накосячил. Люди мне написали про Йеннифер, про то, что я не выполнил с ней квест до того, как пошел на Каэр Морхен. В понедельник серии это все будет переделано. То есть, не бойтесь, все будет нормально. Но между тем, это вам просто повезло. Я вчера успел, у меня вчера был день рождения у мамы, поэтому благодарите мою маму, потому что я успел записать одну серию, а потом пошел к ней на праздник. И стало быть, я не успел записать дальше. Если бы я ушел хотя бы на полчаса дальше, то я, стало быть, не стал бы уже грузиться. А так как мы с вами там немножечко сделали, то стало быть, мы вернемся к тому месту, где я еще не пошел. Пока мы вернулись к теме Твича, я вам хочу сказать еще кое-что, про что забыл сказать. По странному стечению обстоятельств записи предыдущих трансляций на Твиче некоторые люди не могут посмотреть дольше 28 минуты. Кто-то говорит, что это задержка, вернее, затупы с HTML и Adobe Flash Player. У кого-то получается, у кого-то не получается на том и на другом. Суть в том, что кто-то мне написал про то, что после 28 минут идут просто следующие 28 минут. Напишите мне в комментариях, то есть попробуйте. Я вот последнюю запись, второй наш стрим залил на канал на YouTube. Я не собираюсь это парковать, потому что ну просто канал засирается, я извиняюсь, это не тематика канала. Но между тем, если вы, люди, не сможете смотреть на Твиче предыдущие трансляции, то вот я в предыдущем подкасте вам рассказывал про дополнительный канал. Я могу заливать собственно стримы туда, напишите, нужно ли это. Потому что, в принципе, мне это проблем большой нет. Я могу поставить, оно напрямую будет туда грузиться, я даже участие в этом принимать не буду. А вы, стало быть, сможете посмотреть там, где вам удобнее стрим. Ну не знаю, как вам нужно, так мы и сделаем. Канал все равно простаивает, я думаю, многим это будет полезно. А хотя что, я так и сделаю, я вас даже не спрашиваю, короче говоря. Пусть оно туда заливается, кому надо посмотрит, кого не надо не посмотрит. Вот. Что тут спрашивают? Хуже явно не будет от этого. Вот. Главное, что вы напишите в комментариях, действительно ли вот у вас сейчас есть такая проблема, что вы только первые 28 минут можете смотреть на записи стрима. Если да, то это печально, это реально непонятно. Ну и в принципе, короче говоря, что я еще хочу сказать по поводу канала. По поводу основного канала в принципе у нас все хорошо. Сегодня, в субботу, у нас выйдет только одно видео. Вот этот подкаст, потому что у меня есть дела. По поводу Dreamfall, который я вам говорил, что будет в ближайшее время, но когда именно, я не знаю. На этой неделе он так и не вышел. У меня есть две серии обработанные, но есть еще две серии необработанные. когда я обработаю все серии, я их стал быть выпущен на YouTube, потому что просто обработка каждой серии занимает порядка где-то шести часов. Просто потому, что там очень много беготни, я ее все вырезаю. Ну вот реально, я полностью просматриваю видео по несколько раз, компоную, чтобы оно было интересно. Не знаю, на чем я это занимаюсь, учитывая, что там будет не так много просмотров. Но тем не менее, чтобы вы не смотрели три часа пустой беготни, я делаю, короче говоря, качественно. Поэтому сначала я сделаю, потом вы увидите. Не раньше, как говорит капитан Очевидность. Не знаю, может это будет на следующей неделе, может будет через неделю. Самое главное, что в принципе все будет хорошо, все будет качественно. Шелтеред проходим. Очередная выживалка про семью. В результате, я думаю, появится достаточно много прикольных фан-артов, потому что семью я там создал не абы какую, а там Блэк, Дарья и два ребенка, Тема и Джек. И Джек уже в комментариях пишет, у меня, говорит, Тетрис отобрал Тема, скажи ему, чтобы он это перестал делать. Я пишу, будет драйть ведро с какашкой. Короче, Тема, не обижайся, это я тебя знаю, что ты все равно никогда не обижаешься. Вот. Не выдумывай. Хорошо, так, собственно, что еще я хочу сказать. Спрашивают, когда будет Until Dawn, когда выйдет. Вот. В принципе, все. Просто люди спрашивают, когда будут хорроры. Когда будут хорошие хорроры, я вам обязательно их покажу. Сейчас одна игра, кстати, прислали норвежские разработчики еще дня три назад хоррор ключ. Но она уже вышла, то есть это не эксклюзив. Но ключ прислали, надо будет его залить себе в Steam, активировать и, стало быть, скачать эту игру и поиграть в нее. Времени не хватает пока. Короче говоря, из ближайших планов. С понедельника у нас пойдет Ведьма, как обычно. Я переделываю все, не Батхертити. У нас пойдет Sheltered, то есть второе видео уже будет по игре в понедельник, получается. Ну и там хорроры, Dreamfall. Вроде как на следующей неделе выходит Tales from the Borderlands новый эпизод, тоже будет. На Твичухе будем стримить свежевышедшие игры, которые неохота заливать на YouTube. Ну вот, типа вот зомби ближайшие. И, в принципе, вот такие вот новости. Сегодня мы с вами открыли Lootcase от Lootcase.ru Достаточно прикольная вещь. Кому надо, тот, собственно, зайдет и, возможно, что-то там сделает. Кому не надо, пожмет плечами и пойдет дальше. По поводу наушников я вам вроде отчитался, теперь я могу их снять и вернуться к своим родимым SteelSeries Сибири. Можно даже прямо сейчас. Не, на самом деле, если посмотреть, если вы хотите рекламы, то есть реально некоммерческий какой-то там заинтересованный, то реально берите вот эти наушники. Причем, если у вас нет встроенной звуковухи в компьютере, вот у меня Asus Xonar D7, по-моему, она стоит 7500, звук выдает просто термоядерный. Если у вас нет звуковухи, то берите со встроенной звуковухой. Звуковуха там просто лучше за эти деньги. Вот, такие дела. Самые лучшие наушники. Эти тоже хорошие, эти лучше. И стало быть, на этом все. Достаточно интересный, по-моему, и информативный получился подкаст, как обычно. Кое-что я там вырежу, потому что временами Остапа несет. На 40 минут. Ну, короче говоря, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в понедельник, новых видео. Увидимся на Твиче. И вроде как я на все ваши вопросы ответил. Если на какие-то вопросы не ответил, то отвечу на Твиче. Это там достаточно просто делать, и меня это радует. Все, с вами были Артур и Даша. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok